Гастрономов задает неудобный вопрос. А что Ивлинский будет делать, если его голоса украдут? Как обычно, заплачет и убежит. Ну, неправда, не плакал, не убегал. Только не мои голоса украли, ваши. Это вы должны выйти вместе со мной и защищать свои голоса. Мы должны это делать вместе. Это ваши голоса. Я за них несу ответственность. Но без того, чтобы вы их защищали сами, я не могу ничего сделать. У вас 110 миллионов. Вы должны уметь защищать свои голоса вместе со мной. Будем защищать их вместе. Как конкретно это нужно будет делать, будет зависеть от ситуации. Мы еще с вами не раз вернемся к этому вопросу. Начиная от контроля в самых разных формах и кончая защите своих голосов уже после голосования. В мире есть много способов, как это делается. Мы еще обсудим. Посмотрим, как пойдут события. Но одно я могу сказать уже сейчас точно. Вам, гастрономов и всем остальным. Для того, чтобы защищать свои голоса, нужно, чтобы они были. А потом можно их защитить. И нужно будет их защитить. Но для этого их должно быть много. Чтобы было много людей, которые хотят защитить свои голоса. Люди у нас умные. Если они захотят защитить свои голоса, они смогут это сделать. Следующий вопрос. Тоже очень серьезный. Асид пишет. Асид, я собираю подписи избирателей, чтобы Яблоко могло участвовать в выборах 4 декабря 2011 года. Знаете, что я наблюдаю? Нет, я не буду подписываться. Все эти подписи потом войдут в черные списки. Нет, меня с работы уволят, если я подпишусь. Нет, все равно узнают власти, что я подписывался и найдут за что посадить и прочее. Я знаю, что страх одна из проблем на наших выборах. Я знаю, что люди, во-первых, действительно реально боятся. И во-вторых, они еще боятся, что их просто даже не то, что посадят, а затравят. За то, что они голосовали не как все, как бы. Не за единую Россию. Я знаю, что звонят в какой-нибудь небольшой город или в деревню, дурят. Если вы не будете голосовать там за партию власти, значит мы вам отключим свет, там газ, я не знаю, что, все на свете. Это действительно есть. И действительно есть такой страх. Ну, подумайте сами. Если мы все будем бояться, то мы не сможем ничего сделать для будущего. Мы ничего не сможем сделать для наших детей. Это, во-первых. Подумайте об этом очень хорошо. Во-вторых. Все-таки это преувеличение. Честно говоря, такого случая мне неизвестно. Я не знаю такого случая. Чтобы кто-нибудь был наказан за то, что поставил подписи за ту или иную партию. Но если вы будете вот так, мы все вот так будем бояться, так и будет. Вот именно так и будет. Сегодня это большое преувеличение. Но завтра будет именно так. Это наша с вами страна. Мы обязаны ее отставить. Субтитры создавал DimaTorzok